С 3 по 5 июня в столице Грузии пройдет турнир Большого шлема Тбилиси. На него заявлено около 300 спортсменов, среди которых множество титулованных и именитых, олимпийские чемпионы и призеры, а также чемпионы мира и призеры. И очень большая заявка от хозяев турнира, что ожидаемо. Ну а я, как обычно подготовил вам обзор самых интересных и потенциальных победителей. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором уже полторы тысячи подписчиков и мы вовсю общаемся между собой. Там я выкладываю различные видео, последние новости из мира дзюдо и делюсь эксклюзивной информацией про мой канал. В весовую категорию до 60 килограмм открывает грузин Лухум Чхвимиани. От чемпиона мира я ожидаю хорошей борьбы. На недавнем турнире в Анталии он занял второе место, а на чемпионате Европы пятое и к сожалению ушел без медали. Но я думаю, что его опыт даст ему преимущество. Молодой японец Кога Генки. Следующий фаворит. Он смог защитить титул чемпиона Японии в этом году, что было вполне неожидаемо. Изящно запустил в финале этого турнира подсечкой на Япон легендарного Наохису Такото. Конечно, у Коги не очень складывается борьба на международной арене, но я жду от него медали. Должен ведь настать его час. Джаба Папенашвили. Очередной грузин в нашем списке. Их сегодня будет много. Взрывной молодой дзюдоист, который в этом году одержал много побед и поражений. Думаю, ему удастся показать хорошую форму на турнире за счет домашней арены. Весовую категорию до 66 килограмм открывает мой любимчик Риома Танако. Полуфиналист чемпионата Японии снова летит на турнир мировой серии, чтобы показать, что он готов заменить Абе и Маруяму в этом весе. Очень талантлив и хладнокровен этот молодой дзюдоист. Желаю ему удачи и буду за него болеть. Я этого не скрываю. Следующий дзюдоист это грузин Важа Маргалашвили. В этом году у него лишь одна медаль и это бронза парижского большого шлема. Но я думаю, что родные стены ему помогут завоевать наивысшие награды данного турнира. Денис Виеру, следующий дзюдоист в нашем списке. Заслуженно уже на протяжении года представитель Молдовы находится во всех видео про фаворитов. Практически не слазит с пьедестала, а часто становится победителем. И нынешний турнир также не исключение. Жду от Дениса хорошей формы и борьбы. Испанец Альберт Гайтеро Мартин, также в списке фаворитов. Ему удалось выйти в финал чемпионата Европы в Софии, где он проиграл украинцу Богдану Ядову. Но он показывает хорошую форму в этом году, поэтому занимает заслуженное место в данном видео. Весовую категорию до 73 килограмм открывает молодой японец Айоши Кен. В предыдущий раз, когда он боролся, это был большой шлем Баку 2021 на международной арене. И он там показал крутую борьбу. Он смог запустить направо и налево многих именитых и титулованных дзюдоистов, среди которых был и хозяин турнира Рустам Оруджев. Мне нравится его стиль и я жду от него медаль. Итальянец Ломбардо также заслуженно здесь. Слежу за его тренировками и он находится в очень мощной форме. Думаю, у него все получится и мы увидим его на пьедестале, так как дебют в новой для себя весовой категории у него удался на все 100%. Лаша Шавдатуашвили. Конечно, куда без легенды. Ему, к сожалению, не удалось зацепиться за медаль на чемпионате Европы, но я думаю, что родные стены ему помогут в завоевании медали на предстоящем турнире. В этом году он смог выиграть один турнир и это был парижский Грэнд Слэм. Также темной лошадкой категории может стать представитель Узбекистана Юлдошев Мураджон. В этом году ему удалось выиграть Гран-при Португалии, что было довольно сенсационно. Весовую до 81 кг открывает также представитель Узбекистана Шарафидин Болтобой. Узбек в этом году завоевал две бронзовые награды в Париже и в Анталии. Вижу в нем одного из фаворитов и буду ждать схватку против Григалашвили. Ну вот и сам Тату Григалашвили, новоиспеченный чемпион Европы, который показал очень мощную и уже привычную для себя манеру борьбы в Софии. Я думаю, при правильном психологическом настрое Тату попросту не будет равных, плюс родные стены должны дать уверенности молодому таланту. Бразильский талант Гильермо Шемид. Вижу в нем темную лошадку турнира и категории и в целом. В этом году уже удивил всех, победив на турнире мировой серии. Вполне может повторить данный успех. Также в этом году он стал чемпионом панамериканского чемпионата. Категорию до 90 кг открывает вице-олимпийский чемпион Эдуард Триппл. Немец обладает очень необычной манерой борьбы и открытым стилем. Посмотрим в какой форме он будет, но я думаю он один из фаворитов. Все-таки серебро олимпийских игр, это не шутки. Пока я собирал информацию по фаворитам турнира, я узнал, что Лука Майсурадзе точно не будет бороться из-за проблем со здоровьем. Буквально на днях он перенес операцию и бороться не будет. Поэтому пожелаем ему скорейшего восстановления. Ну а место него официально в заявке пока никого не наблюдаю. Шейчиро Мукай возвращается на международную арену после некоторых успехов внутри страны. Для японского вице-чемпиона мира стоит непростая задача – доказать тренерскому штабу, что он им нужен, особенно после абсолютного провала и поражения на олимпийских играх в Токио. В категорию до 100 кг открывает Илья Суламонидзе. Совершенно неожиданно он проиграл в предварительных встречах на чемпионате Европы, что явно подпортило ему и его фанатам настроение. Но это борьба, такое случается. Думаю, ему удастся завоевать медаль на домашнем турнире. И второй и крайний фаворит категории также грузин – Анис и Сенеблидзе. Да, в весовой категории до 100 кг я выбрал лишь двух и оба грузина. Два представителя одной страны – вот такая вот заявка на данный турнир. Сенеблидзе находится в очень неплохих кондициях, и я думаю, ему также удастся завоевать медаль на данном турнире. Категорию свыше 100 кг открывает Ричард Сипоц из Венгрии, который показывает очень неплохую борьбу, и в предыдущих видео я его расхваливал неоднократно. В этом году он занял одно третье место и два пятых. Второй фаворит – это хозяин турнира – Гелаза Алишвили. В 2021 году ему удалось выиграть домашний турнир в Тбилиси, в финале мощно бросив Равайла Силву из Бразилии, поэтому на данный турнир он едет в статусе чемпиона. Посмотрим, что для нас приготовил грузинский тяжеловес на сей раз. И крайний фаворит данного видео и данного турнира – это украинский взрывной тяжик Яков Хамо. Все знают, что если он находится в очень хорошей форме, то он опасен. И я думаю, если он сейчас в оптимальных кондициях, то он фаворит на самые высокие места турнира. Тем более многих из этого списка он уже побеждал в своей карьере. Субтитры создавал DimaTorzok